Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю. Эта история закончена. Девушка ждет поддержки. Тоже как бы в своих комментариях там. Давайте будем как-то поделикатнее уважать просто людей и их границы. Я буду зачитывать эту историю. Останавливаться не буду, потому что история закончена. И по сути, советов моих никто не просит. Человек просит поддержки. Но для вас я хочу, почему эту историю важно зачитать, мне кажется, это полезным будет. Потому что это опыт, который человек вот только что здесь сейчас прожил. Это очень все свежее. Недавно происходило. И для тех, кто в подобных абьюзивных отношениях, для вас анализ того, как это может начинаться, происходить. Имейте в виду и обратите внимание, если у вас что-то есть в отношениях ваших, похожее на это, пожалуйста, задумайтесь. Может быть для вас это будет красным флажком. Итак, тяжело было решиться вам написать, рассказать это все. Я человек, обычно все-таки свои проблемы переживающий самостоятельно. И вот дошла до дна сама. Чтобы вы понимали, я осознаю, что есть действия, есть последствия. Мы сами решаем, сколько сможем терпеть. Как и многие девушки, я думала, что никогда не попаду в такую ситуацию. До встречи с этим мужчиной все мои отношения были взаимные, уважительные, без всяких абьюзов. Расставались тоже уважительно. Понимали, что меняемся, взгляды наши расходятся, планы и тому подобное. Мне было 23 года. Я работала и заочно училась. Летом в один вечер с подружками мы были в кафе. И тут зашли двое мужчин. Он сразу прямо направился ко мне. Он мне не понравился изначально, ничего плохого не делал, не приставал, но был какой-то навязчивый. Переезжие иностранцы, все мы знаем, зачем они едут в наши страны. Так вот, он был настолько навязчив, что мне пришлось сказать подругам, что я ухожу домой, и вечер был испорчен. Моей подруге он понравился. Говорит, зря ты его отшиваешь. Убежали незаметно с ней, но пока ждали такси, нашел и начал просить мой номер телефона. Я не дала. В итоге взял у администратора листок и ручку и написал все свои соцсети, номер телефона, все затолкал мне в сумку. Эта сумка выходная, редко я ее пользуюсь. И вот я забыла об этом на пару месяцев. Ну вот идиотка, когда пошла этот скомканный, нашла этот скомканный листочек, решила все-таки посмотреть, что это за человек. Девочки, первые чувства, которые вызывают у вас человек, и все эти звоночки, пожалуйста, не пропускайте капслоком. Они самые верные. Я рассказываю о знакомстве так подробно, так как многие осуждают, и первое мнение это то, что, ой, знакомитесь с турками на курортах, а потом страдаете. Головой думать надо. До этого всего в Турции ни разу я и не была, жениха иностранца себе не искала и турками вообще не интересовалась. Да, напомню, девушку познакомил в своем родном городе, он был приезжий иностранец туда. Так вот, четыре с половиной года назад мужчина 34 года, женат не был, детей нет, семь лет жил в Украине до этого, хорошо знает русский, английский, итальянский, закончил физико-математический, стал программистом. Выступил, выпустил две книги своих стихов, романов, очень умный, дисциплинированный, ответственный. Это выяснилось в период нашего общения. Полгода мы общались, он прилетал ко мне, приглашал к себе, но вместе до свадьбы мы почти не жили. До невозможности мы были как два родных человека, очень понимали друг друга, соединение было просто идеальное. Но вот чувство внутри меня говорило мне, что что-то не так, слишком все правильно и хорошо. Организм как будто чувствовал опасность, но в силу молодости и глупости, незнания этого, и я все это подавляла, анализирую сейчас уже и понимаю это по-взрослому. Он быстро начал настаивать на свадьбе. Вот я сейчас немножко все-таки отступлю. Вот девушка очень хорошо расписывает саму схему, вот это попадание в абьюз. Пропустила флажки, он ее завоевывал, скажем так. А когда вам тут не нравится, не надо вступать в отношения, если вам человек не симпатичен, у вас есть внутри вот это сопротивление, о чем она написала, которое она подавляла. Примите себе на заметку, да. Он быстро начал настаивать на свадьбе, тогда я еще ощущала свои границы, знала и понимала что-то, что мне нужно, а что нет. Я всегда понимала, что выходить замуж с бабочками в животе, это нам не лучший вариант. На ранее предложение руки я сразу дала отказ, сказала, что еще слишком рано для нас. Не обиделся, сказала, что все понимает, пытался у меня все узнать. Все, что касается религии, вопроса воспитания, детей, изучения языка, работы, его семьи, какие правила, как живут и так далее, так далее, так далее. В общем, мы с ним, так сказать, сидели за столом переговоров. То, о чем я всегда говорю, что так и надо. Только вот на востоке за этим столом со стороны невесты должны сидеть еще и родственники, а не ты одна. Семья у меня маленькая, в основном женская, каждый сам за себя. Так вот, ответы на мои вопросы были правильными. Он мне говорил, все мои сомнения и опасения, я мог закрыть, объяснить все. Язык у него очень подвешен, конечно. О своей семье он сказал, что отец ученый, был женат два раза, обязательно уточнил, что был отец разведен. Он только потом встретил его маму, вспоминая себя тогда. Вот это мне лили просто в уши, а я вся такая серьезная, сижу с умным видом, во все это верю. Ну, не может же человек так лгать. Он успешен, умен, талант. И в книжке пишет, зачем тут врать, да? Будь собой с ним. Для меня было важно то, что мужчина уже взрослый, знает, чего хочет. У него есть цели, планы, восприятие мира, понимание своих желаний, осознание и хочет создать семью. Все это он объяснял правильно, логично. С добавкой, конечно, к русскому менталитету и культуру. Плюс, напомню, он знал еще русский язык, то есть у них не было языкового барьера, им легко было объясняться. В общем, я работала заочно и училась, деньги зарабатывала себе сама на учебу, замуж выходить не планировала. Но вот все таки вышло, договорились обо всем, как я думала заранее. Сначала сделали просто роспись, на свадьбе я не настаивала, так как не видела в этом необходимости. Здесь добавлю, что у него есть старшая сестра, с которой он созванивается 10 раз за вечер. Я не шучу, я считала. У них там особая любовь. У сестры есть своя семья, муж, так вот она постоянно настаивала на свадьбу по их традициям. Через 4 месяца мы сделали такую традициональную свадьбу. Мой муж из Курдов. Семья оказалась закрытой, религиозной. То есть все противоположное, не все, что он рассказывал с самого начала. Которая живет кланами, женится на кузенах. Отец и мать мужа умерли. Я их не познакомилась, не знала. Он сказал, что отец у него ученый. Отец у него, правда, оказался имам. То есть вы понимаете, да? То есть он религиозный, настолько он имам. То есть ученый в плане религии, не светские ученые. Это я узнала уже после свадьбы. От первой жены у него, у отца, 10 детей. Из них один сын и 9 девочек. У отца был брат, он умер, и его жена осталась одна. Вот эта жена и есть мать моего мужа. То есть его отец в 55 лет взял себе второй женой жену своего умершего брата. Ей на то время было уже где-то 45. И она ему родила еще двоих детей. В том числе моего мужа и его сестру. Никто ни с кем не разводился. Две жены. Так как возраст детей первой жены совпадает с возрастом детей второй. То есть с информацией я ознакомилась уже после свадьбы, конечно. Сама все собирала и расспрашивала. Семья у него чисто женская, поэтому мальчики на троне по праву рождения. Мать его, конечно, страдала. В деревне ее не принимали. Первая жена все время строила козни. И вот мужа моего растили с постоянным высказыванием. Вырастешь, отомстишь за меня. В семье мужа образование из 12 детей дали только моему мужу. Девочки в 15 лет были выданы замуж. Мужа отправили в ближайший город учиться в возрасте, внимание, в 8 лет. Я даже для Турции скажу это очень рано. Снял отец ему там комнату. И он один в 8 лет жил там. По выходным приезжал к маме. Бедность, голод, война в то время, так как на востоке Турции жили. Жалко, да, маленький мальчик. Ему страшно, ему нечего кушать, ничего нет рядом. И из-за этого он начал много читать книжек. Так он справлялся со своими страхами. Да, детство не сахар. Какой пример ему дал отец к женщине низкого уважения? Ему тяжело было вспоминать детство. Представляете, какие травмы у ребенка. В общем, в 8 лет его просто, по сути, выставили из дома. Это все скажется на психике, вы дальше поймете. При этом он говорил мне потом уже, что его отец не прав, конечно, что взял вторую жену. А вот этого было много проблем. Давал такой совет, что жену нужно брать образованную, такую, как я. А как жить с образованной, никто совет не дал ему. Вот иначе он занимается моим воспитанием. По-другому это не назовешь. Первое. Договоренность, что вопрос с религией подниматься не будет, что мы уважаем веру каждого члена семьи. И никто никак, никто ни на кого не давит. Отменился этот у нас договор через полгода после свадьбы. Его тактика такая. Говорить мне, что я чужая, всегда я останусь. Что жены иностранки, его друзей давно стали мусульманками. И вообще приняли ислам еще до свадьбы. Лучше, чем я. С ними лично я не знакома. Я держалась в своих договоренностях, о чем ему и напоминала. Он сказал, что в самом начале боялся меня испугать. Ты бы ушла от меня, так сказал. Ты просто сама не знаешь, что не понимаешь, что ты уже как мусульманка со мной живешь. Ты даже живешь как мусульманка, одеваешься. Тебя просто нужно направить в нужное место, в нужное русло. Сам он мне молится, намаз не читает, в мечеть не ходит. Сын и мама, да? Все это он делает только если рядом родственники. Да и жили мы не кланово, а отдельно в другой части Стамбула, далеко от его родственников. Когда он видел, что на меня ничего не влияет, он решил попробовать меня купить. И сказал, что проси, что хочешь, любой подарок за то, что ты примешь ислам. Мы твоей семье не скажем, никому не скажем, что ты поменяла религию. Достаточно просто говорить семье, нашей семье, что ты приняла. Эту тактику он принимал два года. Была злость, агрессия, наказание, молчание, наказание сексом, то есть его отсутствие. И вот я думаю, человек выбирает все возможное, но только не тактику любви, заботы и нежности. Все эти наказания не только относились к вопросу религии, а вообще ко всему остальному. Вопрос религии можно было еще как-то урегулировать, но остальное второе. Договоренность, что я пойду изучать язык, отменили. На курсы нет денег. Я тут же пыталась как-то регулировать, идиотка. На 25-летие думала согласиться и подарит мне курс. Нет. Пойдем, говорит, сумку тебе или что-нибудь еще из одежды выберем. Так прямо и сказал, на курсы не пойдешь, а одежду тебе куплю. Я еще тогда не знала, что есть и смек. Как-то в гости приехал его старший брат и начал говорить, где ваши дети, пора уже рожать. А я ей сказала, что сначала надо язык выучить, а потом детей рожать. И тут он узнал, что оказывается я на курсы языка не хожу. И решил этот вопрос. Семья его меня приняла очень хорошо. Очень это редко, но мне повезло. Семья приняла, а вот муж нет. Вот в чем забавность, да. Он записал меня в и смек, брат мужа. Но ничего никому не сказал. Надеялся, что брат упустит этот момент, все пойдет на самотек. Но нет, в итоге я пропустила первых пять занятий, потому что муж от меня их скрывал. Но уже когда пошла на курсы, вся эта злость меня тогда отпустила. И уже мне ничего не кипело. Я по натуре человек мягкий, отходчивый и быстро. Но внутри меня уже происходил трэш в сознании. В итоге на курсы я походила месяца два и началась корона. Вот это счастье было моему мужу. Он сел на формат удаленки дома, сжирал меня просто медленно. В итоге язык я выучила самостоятельно. Ревность. Я девушка стройная, симпатичная, с светлокожей, с зелеными глазами. Вопросов с одеждой у нас не возникает. Я одеваюсь так, как мне удобно, комфортно. Но это одежда закрытая, декольте, мини, это вообще все не мое было еще и до его появления в моей жизни. 20 минут солнца, у меня ожог кожи, поэтому я и закрываюсь по сути. Так что в этом вопросе проблем не было, но ревность была ненормальной. За 4 года ко мне никто ни разу не подходил даже познакомиться, никаких ситуаций не было. У меня достаточно крепкая собственная стена, которая не подпускает всех без разбора, каких-то мужчин ко мне знакомиться. Ситуаций провокационных не было, но у меня были скандалы от моего мужа. Добавлю, что в молодые свои годы он работал в отеле, как он там развлекался, все понимают. Один из первых примеров, что после свадьбы мы поехали отдыхать, приехали мои друзья, отдыхали в одном отеле. Плавать я особо не умею, держусь всегда, чтобы под ногами было дно, на глубину не заплываю. Он уплывает от меня постоянно, так чтобы всегда, когда мужчина поплывет мимо, проверить это. То есть он отплывал от нее и проверял на расстоянии, знакомится с ней кто-то или нет. И сразу муж не скажет о проблеме, он замолчит примерно на неделю. Ты начинаешь как идиотка спрашивать, что случилось, а он тебе ничего не объясняет. А потом говорит, что ты неприличная русская, которая смотрит на мужиков на пляже, фантазирует о них. Тебе неважно, старый, молодой, волосатый, толстый, смотришь ты на всех подряд. Этот трэш был не только на пляже, но и в кафе, и в гости даже, если придем, и даже к его друзьям, и на улице, но всегда гнобить меня нужно. И начинал он меня загнобить дома за закрытыми дверями, неделями не разговаривал, обижался. Я пыталась понять, про каких мужчин вообще он говорит, потому что я никого ни справа, ни слева не видела. Ко мне никто не подходил, в общем, я была в шоке. Это чисто издевательства, садистические наказания. Я сразу скажу, у вашего мужа с головой не все в порядке. Вы попали к типичному классическому тирану. Хорошо, что популярно это все описывается для вас, других девочек. Это наука около проблем в отношениях. Вот вам пример классно расписанный. Обратите внимание, что у вас происходит. Я тут сокращу очень длинное письмо. В общем, девушка пыталась доказывать в итоге, что все в порядке, ее ревновать не надо, но все, короче, по кругу ходило. Четвертая работа. Поддержка, деньги, все остальное, договоренности, конечно, были отменены. Но зачем мне деньги? Мне ничего не нужно. Человек чувствует безнаказанность. Кто спросит с него? Я одна в этом мире, в новой стране. За меня спросить некому. В общем, главное ему было держать образ хорошей семьи. А что у нас за дверями происходит, никого не интересовало. Его любимое выражение. Я хочу тебя поддержать, давать тебе все, что ты хочешь и необходимое, но ты не разрешаешь, потому что плохо себя ведешь. Типично просто. Вот классика учебника по психиатрии. Очень умно, смайлик. Тут меня потянули за ниточку хорошей девочки. Я так старалась заслужить конфетку. Интима у нас почти не было. Один раз в месяц, где-то через месяц после свадьбы он сказал, что будем это дело делать реже. Скажем так, растягивать, потому что ты мне очень нравишься, нужно растянуть удовольствие. Потом говорил, что мое поведение плохое, и это тоже влияет. Короче, за сексом я к нему не бегала, понимала, что он делает, наказывал меня молчанием, игнорированием, тем самым высасывал из меня силы. Мои фото до и после – это страх божий. Я была веселая, энергичная, с планами, мечтами. Все это высосали через трубочку. Потом требовал от меня, чтобы я улыбалась. Так, понимаете, измен у нас не было. Он меня не бил. И никогда, иногда мы только максимум, когда ругались, толкались иногда. Тапками раз друг друга кинули. То есть он морально извращался и наказывал. Рядом с ним нельзя было совершать ошибок. Никаких зацепиться за любое слово. Ты должна быть идеальная. Телом, действиями и мыслями. Если проходили ошибки какие-то, его мир просто рушился. Он тебя готов уничтожить и себя за то, что женился на мне. Его идеальный мир в этот момент рушился. Он лез везде – на кухню, в домашние дела, какие стаканы, какие шторки, ковры. Все будет решать он. Ты не спросишь согласия, не поблагодаришь за что-то. Он устроит тебе ад. Пятое. Треангуляция. Вам, как психологу, это слово известно. Это сравнение с бывшими. Они все идеальные, а я говно. Сравнение с сестрами, а их целых 10 штук. Женщины без образования в возрасте от 45 до 60 лет. Они прекрасны, а я говно. Женщины в нашем сите, с которыми в коротких одеждах прекрасные. Они жены, матери, готовят хорошо, а я говно. Это я ничего не выдумываю, это правда. Турчанки самые лучшие женщины в мире, а я говно. А я сказала, что тогда освобожу свое место для таких прекрасных дам. В порыве злости, скандалов, на эмоциях он признавался в том, что не думал, что меня будет так сложно сломать. Что я упертая и мужчин с мужским характером. А я на самом деле просто пыталась выжить и отстоять какое-то свое право вообще на жизнь. Короче, уходить от него без денег было сложно. Он не давал ни копейки. Первый раз, когда уходила, продала свое золото, купила билет и улетела. Вернулась. Второй раз подруга купила билет, улетела. Я прилетел с подарками для семьи, для меня. Она обещала, что все поменяется, изменится. Я вернулась. Каждое возвращение, издевательства становились все сильнее. Это я вам всегда про тираном говорю. Нужно было как-то разводиться, а он не хотел. А у меня нет денег. Всю мою технику он разбил, телефон и компьютер. В итоге через скандалы, истерики мы развелись. Я подписала документы, что делить ничего с ним не будем. Нужно было спасаться, бежать просто, так как мысли о суициде уже стали появляться в моей голове. Мы развелись, я уехала. Но это был не конец. Это было начало моего конца. Были сильные ломки, не осуждайте меня. Сейчас психолог мне объясняет, что это такое. Мне требовалась доза адреналина, которую он мне давал каждый день почти в виде качелей эмоциональных. Люблю и ненавижу. Я от него зависела уже на гормональном уровне. После развода я вернулась домой, нашла работу, с ним почти не общалась. Он подключил свою семью. Сестра, племянница, они начали говорить, что он скучает, любит все такое остальное. Говорили, что у него все нормально. А сестра ему звонила, говорила, приезжай, ему плохо. Вам нужно быть вместе. В итоге я сломалась сама. Он не звал даже. Потом я читала его переписки с сестрой и друзьями о том, как они создавали план моего возвращения. Все это было продумано. Про друзей это отдельная тема. Он постоянно говорил по телефону, звонил всем. Все важны, только не те, кто рядом. Друзья, не его это семья. Он с детства привык, когда жил один. Любить он умеет издалека. Примера семьи у него вообще не было. Он так и писал, я что, зря потратил 4 года на нее, что ли, в переписках? Все почти у нас получилось. Почти ее сломал. Как и писали ранее, человек выбирал все возможное, любые способы, но не любовь. В шкафу в своих вещах я находила всякие заговоры, записочки на листочках, колдовство. А я-то зацепилась за него, того доброго, милого, заботливого мужчину, который он был 6 месяцев назад. Но положив на весы 6 месяцев и 4 года, где ложь, мы понимаем, я просто устала, попала в гормональную зависимость с любовью. Мозгом я все понимала, что это не любовь. Я не мазохистка. Но тело болело. Мысли о суициде и психике и тело кричали просто о спасении. Перед разводом он обещал, что будет финансово помогать, пока не найду работу, снять жилье. Но, конечно же, нет. Дал только 500 долларов. И все. У него долги, кредиты, для меня денег нет. Нашла работу, как-то справлялась. Мама, сестра помогала, но я вернулась сама в ад. Но мне нужно было дойти до конца. Не осуждайтесь. Сейчас я понимаю уже, почему я приняла все условия не спросить, не спорить. На все, что он говорит, соглашаться. Я приняла ислам, изучила все молитвы, намаз. Но он ни разу не делал намаз со мной. Ни разу, когда я его звала, ответ был, ой, давай не сейчас. А потом будем делать, в общем. Сестра ему говорила, только попробую ей сделать плохо. Таких девушек, как она, нет. И много чего еще говорила. Но такого ада и унижения я не испытывала даже все 4 года. Тогда я хотя бы боролась. А здесь нужно было просто глотать все это. Я ревела каждый день. Из маленького, чтобы вы понимали, если он разговаривал и не хотел отвечать мне, он показывал пальцем, чтобы я закрыла рот. И вечером он садился и говорил, что я ему 4 года жизни испортил. Я плохо за ним ухаживаю, не так, как сестра и так далее. По моему возвращению я готова была снова выйти за него замуж. Не осуждайте, я все понимаю. Но он сказал, что мы сделаем мусульманский брак, а потом распишемся. Я должна была сказать, да, конечно. Все его спрашивали, его родственники, почему у меня расписано. Он просто спрыгивал с темы. Я его знаю, он насобирал денег на квартиру. И вот я сложила 2 плюс 2. Он хотел купить квартиру, а потом расписаться. Так как начал мне говорить, думаю, купить квартиру, что-то там начал смотреть. Поэтому начал оформлять мне туристический вид на жительство, а не семейный. А сейчас в Турции его мало кому дают, с этим есть проблемы. Но так как у нас есть история и брак почти в 4 года, район правильный, его ЗП хорошие, нам должны были дать ВНЖ. Если не на тот, то хотя бы на полгода. А прикиньте, нам его не дали. А он 100% был уверен, что дадут, и измывался надо мной по максимуму. Он хотел 2 зайца поймать, квартиру вне брака купить, жену с послушную идиотку, но молодую по сравнению с ним оставить себе, экономную, да еще и пипец удобную. И тут день Икс, визу там не отменили, через 10 дней надо уезжать. И какие танцы с бубном, он передо мной танцевать начал. Он звонил всем своим знакомым, у кого есть блат, чтобы нас ускоренно поженили. Дошел до мэра нашего района, жениться на иностранке это куча документов. Он поехал в ЗАГС, устроил там скандал, чтобы ему отдали все наши документы с прошлой росписи, чтобы нас по плату поженили. Но никто, конечно, ему ничего не сделал, не помог. Даже охрану подключили, то есть, видимо, выгнать его оттуда. Он орал, как вы не понимаете, она уедет, нам нужно жениться. Я просто спокойно смотрела на это 10 дней. Жениться, конечно, не собиралась. И думала, ну и слава богу, ничего страшного. Что-то говорить ему, конечно, я не стала. И я просто ушла. Много-много дерьмовых историй бывает. Но это из последнего из моей жизни, как с ним мусульманки. Я улетела, нашла работу, с ним особо не общаюсь. Назад меня он не звал, ждал от меня. И направлял сестру свою, чтобы она пробивалась что-то как. И вот я узнаю, что я беременна. Он говорит, поздравляю тебя. Думаешь, нам нужен этот ребенок? Потом сутки не звонил, не отвечал. Я тоже не понимаю, что делать. Мужчине все позволяют. Иметь детей, работать, деньги, жилье. Но нет. Он был мне как-то сказал, что боится, что деньги заберут его время и меня. Потом конченый эгоист, как бы больной эгоист. Потом сказал, ладно, давай, прилетай. Я понимала, что лететь нельзя. Это будет последний мой путь. Ругались, скандалы, называл меня неблагодарный, токсичный. Ребенок нам не нужен. Отправил денег на аборт. Я пошла к врачу. Начал звонить, писать. Я тебя люблю, успокойся, все будет хорошо. Я вернулась домой. Вечером опять думаешь, нам нужен ребенок. Мы будем счастливы. Ну, эмоциональный качели, короче, устраивал. Короче говоря, я им объясняю, что... Мне написала его сестра. Я им объясняю, что билеты он мне не покупает для того, чтобы я беременна и вернулась. Деньги на аборт за то, пожалуйста, прислал. Начал говорить, что у него тут очередь из невест в Стамбуле. И я такая токсичная, ему не нужна. Потом опять шлют наши фотки старые совместные. Люблю, не могу. Доктор с ним говорил, что у меня вообще-то спазмы есть. Ей нужно покои. Полететь сейчас она не может. Нужно наблюдение. Он сказал, окей, окей, сиди там, все в порядке. Денег он мне не давал. Ребенка я в итоге потеряла. Попала в больницу с сильным кровотечением. Образовался полип матки. Сейчас мне нужна операция платная. Можно бесплатно, конечно, в госклинику. Но сделаю чистку, возможно, останусь бездетной. Есть возможность без повреждения всего эндометрии сделать точечную операцию. Сказала, узнай, сколько стоит сообщи. Стоимость оказалась 500 долларов. Написала, по сей день тишина. Сказал, это дорого. Он сейчас занят, поговорим через два дня. Но больше я ему после этого вообще не писала. Я просто деньги возьму в долг как-нибудь у кого-нибудь. Сейчас я общаюсь с психологом. Бесплатно нашла его на сайте, что делать, если не хочешь жить. Очень ей благодарна за поддержку. Сейчас только она меня держит на плаву. Я не знаю, как описать вам свое состояние. Боль души ужасная. И во всем этом виновата я сама. Он-то разводиться со мной не хотел. Это я его бросила. И самое страшное, что иногда в моей голове мысли о том, что он прав. Что я действительно такая. Я ненормальная. И я все испортила. Я не могу даже здраво оценить все происходящее. Мне нужна поддержка. Поддержите меня, пожалуйста. Я осталась одна. Друзей нет. Сил нет. Эта беременность меня просто добила. Я со своей душой к человеку, а тебя туда плюнули. У него все хорошо. Он гуляет, постит фотки в инсте. Пишет стихи о неправильности и тупости людей вокруг. Он всех вокруг критикует. Все тупые. Он самый умный и правильный. Он наполнен жизнью, позитивом. А я как тряпка выжатая. Результат. Друзья у него часто меняются. Девушки у него были всегда только иностранки. Он легко охмурит следующую. Покажет свой идеальный фасад. Работа, талант, успех. Я надеюсь, что кто-то придет. Я надеюсь, как-то прийти в норму. Жить иногда не хочется. Даже боль души не передать. Через три недели у меня операция. Будет ли у меня шанс родить еще детей? Смогу ли я довериться кому-то? Я даже не знаю. Как вообще мне все это пережить? Просто хаос внутри меня не передать словами. Еще было дополнение. Я из Беларуси. Если есть девочки, которые вас смотрят и хотят со мной подружиться, поделиться своим опытом, я была бы очень рада. Встретиться, пообщаться, можно выпить кофе. Мне нужно находить новых друзей, чтобы от одиночества не сойти с ума. Иду советом психолога, что нужно выходить и искать новых людей. Вылечиться от изоляции в пять лет. Я возвращать себя, а не топить. Смотрите, под конец хочу что сказать. Вы все это переживете. Вы уже пережили самый главный момент. Вы от него... Вы не вернулись в очередной раз. Вас, скажем так, эта история добил ребенок. Точнее, его отказ. Вы просто поняли. Это вас... Понимаете, вот этот материнский инстинкт, он оказался сейчас сильнее вашей выпотрошенной души. И вы пали в зависимость. Вы стали жертвой. Я не буду... Не психиатр, да, диагнозы развешены. Я знаю, что с вашим мужем происходит. Это нездоровый человек. Это опасный человек. Я очень рада, что вы вообще сейчас у себя на родине находитесь. Везде лучше, только нигде, не на территории, а рядом с ним. Вот и все. Я вам сразу скажу, что самое худшее, чтобы... К чему бы вы пришли, вы бы покончили жизнь самоубийством. Если бы находились рядом с ним. Я скажу страшные вещи, но это правда. Почему я в этом так уверена? Потому что мысли о сутсиуде есть. Вы в глубокой депрессии находитесь. В клинической, я вам скажу. Вам предстоит очень большая работа. Я рада, что у вас есть помощник в виде психолога. Вам только это и нужно. Я знаю. Вас лечит сейчас психолог, если так назовем, поддерживает. И вас лечит время. Пожалуйста, придерживайтесь всех ее советов. Советы дельные так и есть. И если у меня есть и не только девочки, подписчицы, у меня есть клиентки из Беларуси, из Минска, кто хочет пообщаться, просто поддержать человека, просто встретиться, напишите мне на почту. Я вас обменяю контактами. Я вашу почту или телефон передам автору письма без проблем. Можете встретиться, пообщаться, можно помочь. Вообще, то, что вы уже это все написали подробно, это уже путь к излечению. Вы знаете, это элемент психотерапии. Вы себе помогаете, рассказывая об этом. Все получится. Точка невозврата, она пройдена. Все. Расслабьтесь. Выдохните. И я вам посоветую, пожалуйста, так как вы с ним докончательно в разводе, вас, по сути, с этим человеком ничего не соединяет юридически. Я вас умоляю. Пожалуйста, заблокируйте везде и смените номер телефона. Чтобы, пожалуйста, не подпускать этого человека вообще в свою жизнь. Вот он равно смерть. Ваша жизнь закончится. Вы для этого вообще жили, учились, вас мама рожала, в конце концов. Нет. Вообще. И дети у вас будут, все у вас будет в порядке. И вы найдете нормального мужчину. И вы ни в чем не виноваты вообще. На вашем месте любая женщина могла бы оказаться, которая ищет заботы, ищет семьи. И здесь промо-ролик полгода первый, который он вам показывал. Просто это оказалось вранье. И вы попали в лапы к маньяку. Он маньяк. Он не здоровый человек. Это человек болен. Его путь к психиатру. Его травмы с детства катастрофические вообще нанесли ему такой урон. Но я думаю, что очень большой след всегда идет в психиатрии. Генетически есть предрасположенность. Просто на фоне его сильнейших психо-травм с детства, атмосфере, в которой он рос, преодолевания его различные. Они просто на самом деле предрасположенность психиатрического какого-либо заболевания усугубили. И это просто вылезло наружу. То, что он делает, это нездорово вообще. У этого нет объяснений, оправдания, социального ценза какого-то. Понимаете? Это больной человек. Вам с ним общаться не нужно. И допускать каким-либо образом свою жизнь не нужно. Если мы общаемся с психически нездоровыми людьми, попадаем под их влияние, мы сами можем прийти в психическую нестабильность, стать тоже нездоровыми людьми. Спасибо всем вашим за внимание. Пишите, пожалуйста, комментарии и поддержку девушки. Кто хочет пообщаться, я вас обменяю контактами. В инфобоксе под видео, кому интересно, есть моя почта для связи, для того, чтобы написать письмо или обратиться за индивидуальной консультацией ко мне как к психологу. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.